Издательство «Бомбора». Океан книг. Переговоры по душам. Инженерный подход, который гарантирует успех в коммуникации. Книга вышла в издательстве «Бомбора» в 2023 году, а читает её автор, то есть я, Татьяна Мужицкая, психолог и бизнес-тренер с очень большим стажем. Ну, как читает? Я, конечно же, буду вам её читать, но поскольку я автор, что хочу со своей книгой, то и делаю. Иногда сюда будут ещё добавляться какие-нибудь истории, которые мне навеяла мысль в этот момент, или сюда будут добавляться ещё какие-то примеры. В общем, наша аудиокнига может оказаться намного шире её печатной версии. Поэтому хорошо бы иметь и то, и другое, как говорится, для знаний печатная, а для настроения и состояния аудио. И ещё, давайте мы с вами договоримся вот о чём. Поскольку это уже не первая моя книга, которую я начитываю в аудио, и вы мне пишете регулярно, что где только мы с вами не встречаемся, где только я вас не сопровождаю в наушниках, вы вместе со мной занимаетесь прополкой грядок, бегаете в парке, делаете ремонт, фотошопите, фотошопите, если вы фотограф или дизайнер. Это всё прекрасно, но я знаю, что иногда вы ещё ездите со мной за рулём. Вот когда вы едете со мной за рулём, когда я буду просить вас, а если такое случится вполне, может быть, что я буду об этом просить, делать какие-то упражнения или записи, я вас очень прошу, пожалуйста, останавливайтесь и не ведите в этот момент машину. Хорошо? Потому что я не хочу стать причиной опасности на дороге. Поэтому давайте договоримся о таких простых правилах. И я очень надеюсь, что аудиокнига создаст для вас не только знания новое, но и настроение, чего бы мне крайне хотелось, потому что, в отличие от моих предыдущих аудиокниг, эта посвящена в большей степени бизнесу, хотя мы с вами знаем, что переговоры — это то, что сопровождает человека абсолютно во всех сферах его деятельности. Ну вот я вам рассказала то, чего нет в книге, уже мы с этого начали. Ну и будем считать, что мы договорились. Договорились? Скажите мне, договорились? Да? Да? Всё. Если мы договорились, тогда погнали. Итак, Татьяна Мужицкая. Переговоры по душам. Инженерный подход, который гарантирует успех в коммуникации. Введение. Инструмент и оркестр. «Ваша задача — договориться», — сказала я и заняла позицию наблюдателя. Представительница женской команды берёт в руки шариковую ручку, подходит к флипчарту и начинает торги. Она приводит разумные аргументы, рисует цифры, упоминает факты, в общем, активно создаёт чудный образ желаемого результата, но всё внимание участников бизнес-тренинга почему-то приковано к той самой ручке. Почему? Потому что женщина вертит её между пальцев, катает по подбородку, берёт кончик ручки в рот и периодически дотрагивается до него языком. Она безумно увлечена переговорами и так поглощена процессом, что вообще не замечает, как она буквально засасывает и выдёргивает ручку изо рта, повторяя это движение снова и снова. То, что команда «А» состоит только из мужчин, а «Б» только из женщин, на самом деле чистая случайность. Ну, так совпало. На тренинге по-разному распределяют в команды. Здесь мы просто делили команды на синие и жёлтые листочки, которые были у кого-то вложены изначально в папках. И вот, когда начался вот этот момент распределения, в этот момент я уже заподозрила, конечно, забавное развитие событий. «Что же из этого такое получится?» — подумала я. Получилось смешно. Я бы даже сказала, огнище получилось. Оппонент по заданию был просто в трансе. Он вообще не слышал, о чём речь. Он соглашается на все условия, угукает и кивает. И кажется, что успех переговоров уже буквально в кармане у женской команды «Б». Но от сверхусилий наша героиня случайно ручку ломает прям пополам. Тут-то соперники взяли верх. Просто раскатали женскую команду, выбили бешеную скидку, на совершенно невыгодные условия прогнули женскую команду. В общем, хорошо, что всё случилось всего лишь в ролевой игре, и на бизнес-тренинге, и никаких реальных потерь. И, конечно же, мы всё потом разобрали и посмотрели на видео. В рамках игровой задачи нужно было всего лишь торговаться о цене, на самом деле, а вовсе не то, что вы тут подумали себе. Задача решена, сторговались, да. Но никто из участников на тот момент вообще не понял, что произошло и почему всё произошло именно так. Когда дело дошло до обработки результатов, участники акцентировали внимание и выводили на передний план, как вы думаете, что? Ну, как вы думаете, что? Что? Ловкое использование переговорных инструментов, неудачные ответы, цифры, выгоды на языке вот этих всех историй, которые связаны исключительно с бизнесом. И они, конечно же, несказанно удивились, когда на видео мы подсветили роль ручки и её влияние на исход переговоров. Буквально замедленной съёмкой показывали причина, следствие, причина, следствие. Зачем я вам тут рассказываю такие истории, интересно? Зачем? Потому что очень хочется, чтобы мы с вами задались вот каким вопросом. От чего же на самом деле зависит успех в коммуникации? Неважно, в каких коммуникациях, это может быть пятиминутный диалог с директором школы, в который надо без прописки устроить ребёнка. Это может быть попытка добиться от босса своевременной выплаты премии. А может быть, это давно намеченная встреча с потенциальным клиентом, которому вы хотите дорого продать сложный проект. Ну, или даже намерение уговорить любимого человека поехать на выходные с вами за город. Не суть. Все мы ежедневно ведём переговоры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!